Три ступени как непреодолимое препятствие. И если еще с палочкой можно спуститься, то вот в инвалидном кресле точно не заехать. Конкретно прописывается, что должно быть. Стационарный пандус, перила, лестницы и так далее. Адаптация путей передвижения. На бумаге есть, на деле все гораздо сложнее. Пандус в областной стоматологической больнице только во дворе. Там же появилась и парковка для инвалидов. К визиту активистов Народного фронта даже краска не успела высохнуть. Здравствуйте. Рада вас видеть. Пожалуйста, проезжайте. Заместитель председателя городской организации инвалидов-колясочников сегодня эксперт. К врачам Любовь Дроздова обращается несколько раз в год. Здесь первый этаж, широкий коридор, просторный кабинет. Но попасть внутрь здания без помощи практически нереально. Нет пандуса реального с нужным подъемом. Нет перил. Нет денег, говорит главный врач стоматоцентра Игорь Фомичев. Оборудование зданий всем необходимым для приема инвалидов запланировано только на следующий год. Проработка рынка, подготовительные работы, ремонтно-строительные. И мы уходим практически до марта. Практически с весны следующего года. Во дворце спорта «Звездный» та же проблема. Денег нет, планов громадьё. Нужны автоматические подъемники, выход на трибуны и лёд, сенсорные двери, туалет. Всё это уже запланировано и будет выполнено. Я думаю, где-то в начале декабря. Подождите, если нет финансов, а как вы выполнять будете? Я вам сейчас сейчас точно скажу, пока может быть не пускай. Они в городе есть, но сейчас там распределят какая разница и всё. Как распределят и как потратят. Выделенные суммы в Народном фронте теперь будут держать на контроле. До конца года они должны проверить около ста объектов. Среди них дворцы спорта, музеи, театры, учреждения здравоохранения. Отчёт фронтовики отправят в Москву. Там посмотрят, как исполняются указы президента в регионе. Светлана Федоренко, Олег Писарев, ТВК Новости. Светлана Федоренко, Олег Писарев.